Всем добрый вечер. Мне кажется, что нужно начинать, потому что я уверен, что должно быть позитивное подкрепление тем, кто приходит вовремя. Я думаю, что это суперважно. Ну и те, кто смотрят записи, им, наверное, все равно, когда начался наш сегодняшний вебинар, наша встреча. Меня зовут Дмитрий Гриц, я лидер Эквиум Москва и архитектор бизнес-партнерств. И я сегодня представляю супергостью, суперэксперта, вообще, ну, это правда, по мне так, это супербольшое везение, что мы, как я выразился, заполучили этого спикера и этого эксперта по международным коммуникациям и по межкультурным коммуникациям Кристину Роппельт. Она, ну, что захочет, еще сама расскажет. Я, прежде чем она начнет, скажу, что я, у меня телеграм-каналов, на которые я подписан, ну, наверное, несколько десятков. И не замьючено буквально, ну, там, меньше пальцев на одной руке. И телеграм-канал Кристины Роппельт, один из таких каналов, реально, это огромная редкость очень интересного и живого контента про то, как люди в разных странах воспринимают одни и те же явления по-разному, и как они одинаково воспринимают разные явления. Короче, это очень крутой, очень крутой контент. Кристина, я тебя благодарю. У меня есть карточки Кристины, разные подсказки. Я в Объединенных Арабских Эмиратах как-то выступал, и у Кристины есть крутой гайд про то, как, ну, про особенности, в общем, населения этой страны. Поэтому я представляю вам Кристину. Мы сегодня говорим с вами про бизнес-партнерство. Про бизнес-партнерство, когда совладеем компанией человек с, не знаю, правильно я скажу ли, с российской бизнес-культурой и иностранной бизнес-культурой. И вот это все обсуждаем. Кристина, тебе слово. Спасибо, что пришла. Спасибо большое, Дима, и всем привет, дорогие друзья. Дима, я благодарю тебя за такую высокую планку, которую ты поставил. Теперь придется соответствовать, как говорится. Вариантов к отступлению уже нет. Спасибо большое, ты отлично за фреймил пространство. Ну, я тебя приглашаю тоже не выключаться в период, как минимум, старта нашей коммуникации, потому что мне сейчас точно очень потребуется твое вовлечение, в том числе для некой организационной поддержки. Я приветствую всех, кто к нам только-только присоединяется, и очень надеюсь, что вы, друзья, сможете включить свои камеры. По крайней мере, хотя бы несколько лиц было бы приятно увидеть, по крайней мере, это создаст нам впечатление для спикеров, для ведущих, ощущение, что мы говорим не в пустоту, не в черный зомбоящик. Спасибо большое, Никита, Дарья, Татьяна. Благодарим всех, кто включился. И, конечно, мы будем очень рады, если вы будете в течение нашей сессии тоже задавать вопросы, но, наверное, правильнее будет, если мы в самом начале короткую вводную дадим для затравочки, как говорится, такой appetizer у нас будет с вами сегодня в виде небольшого вступления со слайдами, в виде небольшого интерактива, а потом уже можно будет и включать микрофоны, задавать вопросы, перебивать Диму, если у вас получится, как получится. В общем, будем смотреть по ситуации. Я рада, что нас набралось уже какое-то симпатичное количество, нас не полтора землекопа, поэтому я предлагаю стартовать и открою свои слайды, и в самом старте мне, конечно же, нужна будет помощь тех, кто включил камеры. Для этого мне потребуется, чтобы вы покивали, если вы видите, что слайды открылись и все включилось. Это прекрасно, превосходно. Просто супер. А теперь мы будем очень рады, дорогие друзья, если все, кто нас видит, слышат, возьмут свои мобильные телефоны, если вы включены с компьютера, и отсканируют этот QR-код, чтобы попасть на короткий-короткий-короткий опросник. Мы не собираемся там спрашивать ваши чатные данные. Дима подтвердит, что я очень аккуратно отношусь к персональным данным. Мы там будем задавать вам только публично полезные вопросы, всего два на самом деле. Я попрошу мою коллегу сейчас, пожалуйста, скинуть ссылочку в чат, и для тех, кто использует сейчас мобильный телефон, а не находится с нами с компьютера на связи, точно по этой же ссылочке можно пройти и ответить на простых два вопроса, которые нам, конечно же, сейчас очень помогут сориентироваться, кто с нами сегодня на связи, кто пришел нас послушать и кому что из вас интересно. Итак, я полагаю, что все, кто хотел, уже отсканировал наш код на экране. Я, например, отсканировал, и у меня, может быть, я один такой, но у меня пока с включенным даже VPN-ом не прогружается, Сонечка. Очень интересно, у нас уже 9 голосов там. Голосовок? Тогда вопрос снят. А мы все не в России, мы все не в России, поэтому у нас все нормально, Дима. Вячеслав, Дима, дело в том, что я специально выбирала единственный софт, который работает вообще на всех устройствах, в России, не в России, это не ментик, который блочен в России, это специальная софтина, которая была придумана в обход всех возможных санкций, она даже в Китае открывается, друзья мои, где почти ничего не открывается, так что мы подготовлены были. Но я надеюсь, да, вот Татьяна пишет, что у нее тоже работает. Давайте буквально еще полторы минутки дадим тем, кто включается, вот уже 12 голосующих я вижу, это приятно, и мы узнаем, насколько у наших участников сегодняшних уже был опыт партнерств с иностранцами. Я как только наберется чуть побольше голосов, обязательно покажу вам результаты голосования. Вижу, что многие в первый раз пришли, за первым опытом, видимо, подготовиться перед тем, как стартовать в международное бизнес-партнерство, это супер приятно, это значит, что у вас такой осознанный подход к делопроизводству, это супер приятно. Ну и я думаю, что мы можем уже с определенной уверенностью говорить, что большинство попало к нам на голосование на сайт. Получается, что у нас половина участников сейчас в первый раз планирует партнерство. Несколько из участников уже не первый раз это делали. Это просто прекрасно заслуживает большого восхищения. Ну а те двое, кто ни разу не партнерствовал и еще не планирует, напишите в чатик, пожалуйста, что же вас привело в наш сегодняшний эфир. Если у вас не было такого опыта и вы не планируете, может быть, вы хотите, чтобы мы вас переубедили с Димой, что это необходимо, что это полезно и даст вам какой-то полезный эффект в вашем личном бизнес-развитии. Ну и второй вопрос для самых активных. С какими же странами вы партнерились, дорогие друзья? Я здесь вполне осознанно даю не разбивку по регионам ООН, правильную разбивку с корректными разделениями на группы и подгруппы. Даю такую человеческую бытовую разбивку. И если вдруг вы не нашли в этом перечне ту страну, с которой вы партнерствовали, можете вписать в чатик ваш ответ. Ага, Вячеслав, мы победили. Понятно. Да, мне кажется, что нужно пускать на вебинар после того, как... Меня, по крайней мере, после того, как я пройду густ по цифровой грамотности, потому что я ответил, и там было написано Powered by, и там что-то, что-то. Это что? И все? И всего там не было next question. Какой кошмар, Дима, мне очень жаль. Ну, поработаем с тобой перед тем, как продолжать. Да, да, но у меня первый вопрос открылся потом, в другом браузере. Очень хорошо. Chrome не открывался. Ну, видите, у нас с вами не только географические, культурные, языковые барьеры могут быть, но вот еще такие технические. Я, правда, поднаторела очень за время работы с разными странами, стараюсь выбирать тот софт, который везде открывается, потому что уж сколько мы вот с коллегами из Китая мучились, например, это, конечно, есть песня. Ну что, дорогие друзья, я вижу, что тоже, наверное, мы можем здесь пока остановиться, потому что у нас не так много было тех, кто партнерствовал. Вижу, что часть это СНГ, часть это Европа, Ближний Восток и Азия. Пока у нас непопулярна Северная Америка, Африка и редкие страны. Если вдруг, повторюсь, вы не находите ту страну, тот регион, который вам улыбнулся, с кем вы успели попартнерствовать в списке, вы можете отправить в чатик. Но я думаю, что мы не будем дальше тянуть кота за разные части тела и будем начинать и включим наш тизер, который мы и обещали нашим участникам. Спасибо вам большое, друзья, за то, что вы чуть-чуть о себе рассказали. Можете докидывать информацию в чатик, если не успели или не получилось. Я со своей стороны тоже представлюсь тогда. Вот я про вас уже теперь чуть-чуть знаю, про меня вы еще немного знаете, только со слов Димы. Я сама тоже чуть-чуть расскажу про то, что у меня есть 10-летний опыт работы в межкультурной сфере именно на стыке представителей разных стран, языков и культур. И это моя профессиональная задача, как говорится, bridge them. Да, соединить их в одной точке, помочь им договориться. И, помимо всего прочего, мне кажется, суперважно для нашего сегодняшнего диалога и, в принципе, для моей работы с бизнесовыми клиентами, это мой предпринимательский опыт. Я 7 лет сама возглавляю и организовала 7 лет назад агентство международного сотрудничества, команду профессионалов, которые работают в сфере межкультурной коммуникации. До этого мы довольно много работали в сфере переводов. Сейчас мы переквалифицировались на такую более сложную и, на мой взгляд, более интересную нишу. Еще пару слов про себя. Я закончила университет МГИМО по направлению международные отношения и университет Лондона по направлению глобальное управление и глобальная этика. Это такое суперинтересное и очень редкое образование. И, мне кажется, вот такая смычка как раз дала мне возможность увидеть разности культур у людей в разных странах и говорящих на разных языках. Ну и я очень горжусь тем, что много где путешествовала, жила, работала, сейчас проживаю в Дании. Но вообще у меня опыт в 62 странах. Это и деловые поездки, и время проживания, и учеба, и работа, и деловые визиты. В общем, много всякого разного. Думаю, что этого достаточно для того, чтобы как-то легитимизировать мой сегодняшний спич. Давайте продолжим и перейдем непосредственно к контенту. А перед ним дисклеймеры. Дима, этот слайд про тебя. Вот он тут рассказывает. Ask him again написано, да? Что это значит? Это означает, что по всем вопросам общим, которые касаются партнерств, в принципе, зачем оно, почему, как оно строится, какие там принципы, какие схемы, бизнес-модели, схемы легальные, схемы нелегальные. Ask him again. Да, это, друзья мои, конечно, с удовольствием рада поделиться, буду своим опытом, опытом своих клиентов. Но мы сегодня не про общие вопросы партнерства. Мы сегодня говорим про межкультурные особенности в партнерстве. Второй дисклеймер. Тут откуда-то взялся Иван Гончаров. Но важен нам не Иван Гончаров, а подпись в этой истории. The same old story. Я вам хочу сказать, что сегодня я не планировала повторять, зачем нужны и полезны и важны международные партнерства. Не хотела заводить same old story, но если вам это все-таки будет актуально, давайте мы это на сессию вопросов-ответов вынесем. Но мне хочется сфокусироваться сегодня на тех возможных сложностях, с которыми вы либо уже сталкивались, либо, вероятнее всего, столкнетесь, когда начнете или продолжите работать со своими международными партнерами. Так что мы вот эти два базовых блока выпускаем и переходим к самому интересному и самому ми-систому. Итак, давайте же, собственно, поговорим о тонкостях межкультурной коммуникации. Нейросетка нам тут сгенерировала картинку по запросу Intercultural Communication. Вот так вот нейросеть видит нашу межкультурную коммуникацию. И что же под ней подразумеваем мы? Давайте посмотрим. Что же это, собственно, значит на практике? Я собрала для вас несколько очень простых, понятных, бытовых, буквально, кейсов из бизнес-реальности. Надеюсь, что они вам будут симпатичны. Есть всем известные некие мелкие сложности, с которыми мы сталкиваемся с вами, когда начинаем работать с деловыми партнерами. И если, дорогие друзья, у вас не было опыта партнерства именно с коллегой из-за рубежа, то вы можете отнестись к своему опыту, когда вы были заказчиком или подрядчиком для международного клиента или исполнителя. Вы можете, в принципе, даже в этих опытах отнестись к своему, не хочется говорить, туристическому пребыванию за рубежом. Но так или иначе, к любому опыту... Это давно такая греха. Давно. Так, кто-то прям не смог остановиться и ведет свой переговор прямо здесь и сейчас. Да, да. Я буду за этим следить. Давай, спасибо большое. А мы все-таки тогда перейдем к этим примерам мелких сложностей, с которыми люди сталкиваются. Но напомню, что это прям вот мелкие первые проблемы, которые очень легко идентифицировать и которые уже в популярной культуре набили оскомину. Ну, например, мы с вами часто сталкиваемся, что когда мы пишем нашим азиатским коллегам и партнерам, например, в Турцию, мы неделями можем не получать ответ на наше письмо. Если вы с таким сталкиваетесь, вы, опять же, можете быть мне очень сейчас любезны и полезны, если будете кивать, ставить эмодзи, пальчики, подтверждать, что действительно так оно и есть, что вы с таким сталкивались, что это вам знакомая боль, очень понятная. И они вас попросту бесят, эти люди, которые никак не могут неделями ответить на ваше письмо по какой-то культурологической причине. Да, при этом, например, ваши партнеры из Швейцарии считают, что вы отвечаете супермедленно, дольше, чем 24 часа, и вы бесите их. И вот такая очень понятная, простая разница, стоит ли подтверждать письмо ответом из серии «Я получил ваше письмо, спасибо», зачем этим швейцарцам оно нужно, и почему наши русские коллеги думают, турки не понимают, что мы всю неделю решаем их вопрос, зачем они все время пытаются до нас дозвониться и дописаться. Ну или еще возьмем простой пример, тоже прям очень примитивный, очень бытовой праздник. Вот ваши партнеры из Китая, все вроде бы отгуляли праздники, все уже назначили мероприятие на конец января, начало февраля, и тут бабах, все выпадают на неделю, а то и больше из-за китайского Нового года. То же самое происходит во многих других странах. Сингапур, Малайзия, масса других примеров тех культур, которые отмечают китайский Новый год по лунному календарю. Ну а ваши партнеры из США, например, вообще не понимают, куда вы пропали в начале января на 13 дней, почему вокруг столько работы, только закончилось Рождество, а вы тут бабах и пропадаете, и все бесят друг друга. И вот так наша культурная норма не совпадает. Опять же, если вас бесила эта история с пропавшими китайцами, или вы становились причиной чьей-то фрустрации в условном западном мире, я беру в кавычках, да, вот Татьяна плачет, Татьяна, не плачь, я куплю тебе калач, мы сейчас обязательно дойдем до ситуации, как с этим разбираться. И, наконец, третий пример, тоже очень простой, бытовой. Ваши партнеры из Индии привозят вам, что только не привозят в подарок, чуть ли не белого слона, и то привезли и это, и вам уже как-то неловко, сколько можно, такие дорогие подарки, и это вас бесит. А ваши партнеры из Израиля, например, не понимают, зачем и почему вы привозите торт на день рождения, или подарок на их день рождения. Зачем это? Почему? Куда эти подарки? Это тоже их очень бесит. Хотели бы заниматься работой вместе с вами, а вы тут это церемониал устроили. В общем, мы с вами посмотрели на такие ситуации, когда вроде как, казалось бы, простые ситуации, уже набившие оскомину, и они не создают, на самом деле, каких-то гигантских проблем. Ну, камон, откуда проблема в том, что кто-то кому-то подарил подарок или не подарил подарок? Ну, вроде как, нет ничего такого с этим сильно страшного. Но, тем не менее, мне хочется показать вам вот такую вот схемку, в которой, я очень надеюсь, мы с вами разберемся сейчас сразу, что существуют разные ситуации, в которой далеко не всегда причиной фрустрации становятся именно те самые межкультурные отличия. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание в том, что на поведение любого человека, вашего международного партнера, всегда будет влиять большое количество разных так называемых культур, которые наслоились и представляют собой одно большое целое внутри одного человека. Вот, например, возьмем Диму. У Димы есть какая-то российская культура, с которой он вырос, потому что он ходил в российский университет, общался с российскими детьми, у него российская семья, и вот он представитель российской культуры. При этом, Дима, можно я задам тебе личный вопрос? Скажи, пожалуйста, кто ты по национальности? Я русский. Ты русский. А вот я, например, татарка. И так получилось, что у нас Дима, и несмотря на то, что мы оба выросли в России, ходили в российские школы, общались с российскими детьми, у нас могут быть некоторые особенности, связанные с нашим этническим вагграундом. И это тоже наносляет, хочет этого или нет, но выпить чай святое для любого татарина, каким бы русифицированным он ни был. Русские тоже любят пить чай, не скрою, но пьют его по-разному, немножко по-другому. Я даже могу назвать минимум три особенности, как мы пьем чай по-разному, но это не предмет нашей сегодняшней дискуссии. А есть еще большая, огромная история, связанная с профессиональной культурой. И Дима, будучи юристом, и я, будучи консультантом, который работает исключительно в частной сфере, еще и с международными клиентами, мы будем иметь разную профессиональную культуру. Это будет отличаться на том, как мы воспринимаем время, как мы воспринимаем скорость ответов, как мы воспринимаем отношения к клиентам, формализм или неформальность коммуникации и так далее. Еще у нас с Димой разные компании. У Димы своя, у меня своя. И поэтому корпоративная культура у нас тоже будет очень разная. Прямо внутри этой компании коллеги с Димой будут общаться одним образом, а мои коллеги со мной другим. И помимо всего прочего, есть огромный пласт персональных, личных характеристик, которые, конечно же, будут отличать Диму от любого другого сотрудника его компании, от любого другого юриста, от любого другого русского и от любого другого россиянина. И поэтому я бы хотела сделать важный дисклеймер, что сегодня мы с вами будем говорить о тонкостях и особенностях общения с людьми разной культуры, о тонкостях и особенностях людей с разным культурным бэкграундом, но при этом не следует забывать, что помимо этнической и региональной, национальной культуры есть еще большой класс персональный, корпоративный, профессиональный, гендерный и другой культуры, которая налипла на нас в период нашего формирования, в так называемые «formation years» — годы формирования личности. И с этим тоже ничего не поделаешь, и поэтому не каждый турок будет бесить вас ответами по две недели, не каждый израильтянин будет странно смотреть на ваши подарки, и далеко, конечно, не каждый россиянин будет, как мы видели в предыдущем примере, пропадать на все январские праздники. Именно поэтому на то, что я сегодня буду рассказывать и уже рассказываю, стоит смотреть с некоторой призмой дискаунта, с некоторой скидкой на то, что есть еще большой плат, который не поддается характеристике со стороны региональной, национальной или этнической культуры. И поэтому я бы хотела просто привести вам пример, что в Израиле вы можете начать партнерство с религиозными харидимами, это ультра-ортодоксальные евреи с пейсами, вот как все как положено, да, с большой бородой чаще всего. Кстати, они стали в последнее время ужасно популярны в американских стартапах, их прям массово нанимают, силиконовые долины компании к себе на работу трудоустраивают, есть прям движение за найм ультра-ортодоксальных евреев, потому что культурологически у них есть очень интересные особенности, которые делают их супер внимательными и надежными сотрудниками, очень лояльными. Тоже интересные, классные феномены. Они будут сильно отличаться от светких атеистов-израильцев. Поэтому мы тоже должны делать большую скидку на даже одну внутристрановую культурную разницу. Или, например, возьмем Индию. Собираюсь в Индию спровождать своих бизнес-клиентов в это воскресенье, поэтому сегодня будет несколько примеров из Индии. Пожалуйста, индусы из Бангалора, из Кремниевой долины Индии, будут сильно отличаться от мусульман из Дели. Напоминаю, индусы – это представители индуистской религии, а индийцы – это граждане страны Индия. Поэтому все это, дорогие друзья, так или иначе имеет влияние. Поэтому не стоит смотреть на своего международного партнера через одинаковые очки, даже если Кристина вам сейчас очень хорошо все про эти очки расскажет. И тем не менее, я сейчас приближаюсь к финальной и самой интересной части своего введения. После можно будет задавать вопросы, уточнять у меня много всякого разного, спрашивать про свои кейсы. Но все-таки хочется дать вам какую-то затравку на то, что вот эти мелкие культурные различия, о которых мы говорили, с ними, в общем-то, можно справиться. Договориться, наступить на грабли, наступить еще раз, пережить этот опыт. Ну а что делать с реально фундаментальными культурными различиями, которые с первого взгляда не видны? Мне хочется показать вам несколько примеров того, как вы, возможно, в будущем себя можете отрефлексировать с точки зрения сложностей, с которыми вы столкнетесь в международном партнерстве. Какие типичные характеристики российской бизнес-культуры становятся проблемой или сложностью для коммуникации с представителями других культур? Не с представителями всех культур, естественно, но с представителями других культур, которые так или иначе от нас сильно отличаются. Давайте на это посмотрим. Я привела вам три важных различия, и тоже хотела бы, наверное, здесь услышать ваши поддержки, ваши какие-то реакции. Мне показалось это крайне важным, особенно в контексте работы с европейцами. Я сейчас нахожусь в Дании и уже встретила ни одного русского коллегу из России, коллега-россиянина, который стартовал партнерство с датчанами или с скандинавами в широком смысле. И у них у всех одна большая песня про боль того, насколько россияне пытаются избегать рисков. Боже мой! One of the toughest questions, как говорят датчане, один из самых сложных пунктов в работе с русскими. В качестве примера покажу вам вот такую ситуацию. Им бы наши полицейские травмы. Ой, не говори. Важное различие заключается в том, что, например, россияне пытаются запасаться как хомяки, а финны остаются максимально расслабленными. Сейчас я вам покажу, что это у меня за красивые циферки, но давайте, как я вам обещала, на бытовых понятных примерах. Вот у вас есть продажа товаров, и для этого у вас есть склад. И на этом складе вы храните какое-то количество товаров, которые вы хотите пустить в оборот в ближайшее время. И если финну достаточно иметь вот столько, потому что у него понятные цепочки поставок, он всю жизнь так жил, и отец его так жил, и дед его так жил, и ни разу еще никакая майерская компания логистическая его не подвела, то россиянин хочет держать на складе вот столько, а лучше вот столько, а на случай ядерной войны вообще еще вот столько. И, собственно, цифры в правой части экрана очень хорошо отражают эту специфику. В России индекс избежания рисков, избежания неопределенности 95 из 100. Это, конечно, немножко староватые данные, и нельзя на них ссылаться, поскольку это чуть-чуть устаревшая статистика по Герарту Ховстеда, но я, тем не менее, хочу отдельно отметить, что в конспектах сегодняшних событий, кажется, эта цифра должна вообще еще поползти вверх. Поэтому я не боюсь здесь приводить эту статистику, кажется, что все более чем актуально. У финнов это показатель 59. Соответственно, с чем здесь можно столкнуться? Фундаментальной разницей, да? Фундаментальная разница того, как вы организуете свою операционку. Фундаментальная разница того, как вы запасаетесь вариантами планом B, планом C, планом D, когда вы стратегируете. Сколько времени вы закладываете на это стратегирование, на работу с этими рисками. Насколько вы перестраховываетесь и закладываете лишние человеческие денежные ресурсы на то, чтобы все было в порядке. Насколько вам хочется еще соломку подстелить и где-нибудь еще одно юрлицо таки открыть, чтобы на всякий случай, если что, был еще какой-то поток денег через другую компанию. Здесь хочется отдельно отметить, что вот эта особенность избегания рисков, конечно же, является неуникальной чертой россиян. Если, дорогие друзья, у вас есть сейчас немножко свободного mental capacity, вот этого ментального ресурса вечером в четверг уже в 19.25, вы можете буквально на минуточку задуматься и написать в чатике, как вам кажется, у какой страны еще есть очень высокое желание избегать всевозможных рисков, помимо России и стран бывшего Советского Союза? Только давайте не будем стесняться и будем писать любые мысли. Никто сейчас ни над кем смеяться не будет. По крайней мере, у меня в планах не было такого. Великобритания, окей. Латинская Америка, отличные варианты еще. Японцы, бразильцы. Китайцы. Еще варианты. Да, интересно, конечно, не только вариант предложить, но и объяснить еще, почему. Конечно, мы сейчас это сделаем. Как будто откажется. Да. Я, кстати, вот честно признаюсь, что я не уверена про японцев, поэтому я пойду проверю статистику сейчас. Но пока вы пишете, я сразу поздравлю, во-первых, тех, кто написал про Латинскую Америку. И я думаю, вы понимаете, по какой причине в Латинской Америке такая ситуация, с тем, что действительно все очень сильно закладываются. Видели бы вы инфляцию в Латинской Америке за последние несколько десятилетий. И каким образом, да, вот коллеги пишут уже, спасибо вам большое за то, что вы подключаетесь. Насколько все это очень нестабильно и насколько все это плывет и плавает каждый раз. Что касается желания избегать рисков, то у японцев действительно очень высокий индекс, 92 из 100, а вот у Китая 30. Про Китай я помнила, а вот про Японию хотела проверить. Ну, действительно, у китайцев здесь немножко своя специфика включается, даже не столько связанная с экономической деятельностью, сколько с восприятием истории. То есть, когда у китайцев за плечами, там, условно, 6 тысяч лет истории, кажется, что земля незыблема. И кажется, что, в общем, все понятно, как там было, все в порядке в датском королевстве. Здесь немножко другие фокусы включаются. Мы с вами сейчас не будем ходить глубоко и копать прям, почему вот Китай так, Япония так и так далее. Но ваш тезис о Латинской Америке и о Японии очень валиден. И еще я бы хотела привести в пример Израиль. Тоже страна, в которой сегодня взрывают, завтра границу пересматривают, послезавтра война судного дня и так далее, и так далее. У британцев, Дим, низкий уровень закладывания рисков. Выше, чем в среднем по Европе, но ниже, чем в России. Поэтому вы с этим тоже столкнетесь. И удивительно, что когда вы начнете работать с представителями каких-то соседних стран, например, Швеция и Дания, вы тоже увидите, что там есть большая разница между восприятием, даже несмотря на то, что буквально на несколько процентных пунктов оно может отличаться. Но мы с вами помним, что есть разница, конечно же, в индустрии, в этнической конфессиональной группе, в конкретной корпоративной культуре, в человеке тоже обязательно. Ну что, поехали дальше. Буквально еще два коротких отличия. Я надеюсь, они вам помогут быть более подготовленными и, скажем так, меньше закладываться на свои риски. Различие номер два. Готовность быть гибким и менять устои. Это на самом деле очень российская характеристика. Очень характерно, специфичная, огромное количество культур, с которыми мы начинаем взаимодействовать, удивляет. Что это означает? Это означает, что россиянин пропускает свои праздники, пишет код, выкатывает релиз, а потом говорит, ну давай, дорогой, на Рамадан, пожалуйста, тоже со своей стороны выкать релиз, а араб такой, ну, как тебе сказать, иншаллах, конечно, но нет. Мы не очень готовы со своей стороны принять и признать, что для других стран какие-то, прости, господи, сейчас скажу страшные, можно будет потом вырезать из записи, традиционные ценности на самом деле в других странах уважают значительно больше и сильнее, чем мы привыкли к этому. Мы привыкли это воспринимать, мы привыкли к этому относиться. Посмотрите, пожалуйста, long-term orientation, история на опору, на ценности, на традицию, неготовность менять свой уклад жизни, неготовность пропускать праздники, неготовность жертвовать традиционным каким-то укладом взаимодействия в семье, с партнерами и так далее. Очень хорошо характеризуют, например, арабские страны. А в России 22. Вы что, мы сегодня верим в Бога, в царя, завтра в коммунистическую партию, послезавтра в демократию, в капитализм, в либеральную экономику, а после-послезавтра у нас скрепы-скрепочки. В общем, мы готовы сбросить с корабля современности примерно все, что нужно, лишь бы было для дела. И на самом деле интересно, что у Китая тоже очень низкий индекс. Ну, то есть вы тоже можете вспомнить, да, опять же, сначала император, потом революция, потом коммунизм с капиталистическим лицом, тоже все очень конъюнктурно меняется. И мы в целом готовы под это подстраиваться, но не стоит ждать такой же гипрости от наших партнеров. И это фундаментальные отличия. Поэтому, когда вы закладываете какие-то экстраординарные, не знаю, дополнительные периоды работы, экстренные совещания, встречи, которые могут наложиться на личные обязательства, на какие-то традиционные праздники, необычный формат работы, допустим, когда вам придется заставить ваших судовских партнеров работать с женщинами. И это может быть воспринято в штыки. И не все такие гибкие и адаптивные, как мы с вами. Поэтому тоже на это стоит закладывать. Я вижу, что у нас в чате идет коммуникация, но я, наверное, пока пропущу эти блоки чатовых комментариев. Да, все в порядке. Если что, я потом соберу вопросы. Вообще не волнуйся, я не обращаю внимания. Я вообще не волнуюсь. Я в Дании, Дима, у меня тут такой дзен. Как сказать, тут настолько все спокойно, риск avoidance просто на минимуме. Все очень расслаблены. Да, итак, серьезность и собранность. Это прямо пункт номер три, которые я хотела бы сегодня обсудить. Таких пунктов я могу вам натаскать в вагон и маленькую тележку из разных источников, из разной статистики, из разных интервью. Но, тем не менее, вот этот мне сегодня все-таки захотелось с вами обсудить. Мы с вами чрезвычайно собраны и серьезны. И это относится не только к Russian Parker Face или Russian Grumpy Face, с которым мы часто ассоциируемся. Почему эти ваши русские никогда не улыбаются? Часто спрашивают меня иностранные коллеги, с которыми я взаимодействую. Но это относится еще и к тому, как мы, например, воспринимаем нетворкинг, как мы ходим на вечеринки и тусовки, как мы взаимодействуем в неформальной обстановке. Условно говоря, приведу пример из Америки, несмотря на то, что почему-то сегодня у нас нет никого, кто имел бы опыт работы с американцами. Это довольно частый кейс. Ко мне, правда, много обращаются клиенты, которые выходят на американский рынок, чаще всего стартапы, которые, конечно, штурмуют всякие акселераторы, кремниевую долину и не только. Здесь у нас возникает ситуация, когда американец, например, запартнеривший с вами пытается продать вас инвесторам на тусовках, а вы ходите и абсолютно не отдупляете. Что это значит? Чилить, расслабиться, выпить здесь бокальчик вина, тут потанцевать, тут посидеть, поболтать и так далее. Вы собранные, серьезные, у вас задача, вам нужно нетворкать. Вы тут вообще еще блокнотик принесли и всех записываете. Или, когда подходят к вам и начинают размашисто вовлекать вас в свое условное энергетическое поле, как-то активно с вами взаимодействовать, вы стоите руки по швам, только очень серьезно, вообще ни вправо, ни влево, в пределе. Да, при этом у нас есть некоторая контрастность, что если уж вечеринка и нас несет, то нас несет. Я же говорю про то, что есть гораздо более такое спокойное, плавное состояние, когда можно не скрывать свои эмоциональные порывы. И я думаю, что мы здесь тоже можем очень долго и много говорить про травмы, про то, почему мы себя так ограничиваем, почему либо все, либо ничего, либо сидеть застегнутым на все пуговицы в костюме, либо гуляй рванина вечером на вечеринке под алкоголь. Но факты говорят нам о том, что у нас очень низкий уровень расслабленности и свободы проявления своих эмоций, 20 из 100, в то время, как, например, в Америке, это 68 из 100. Что это означает? Это означает, что на эмоциональном уровне с некоторыми культурами, не со всеми, но с некоторыми, у нас могут возникнуть сложности, когда нам пытаются предложить взаимодействие с инвесторами, с клиентами, с покупателями, и представляют нас как that good guy или that good girl, но при этом, когда с вами встречаются, вы настолько на серьезке, что вас начинают бояться, условно говоря. И это, казалось бы, смешная маленькая деталь, но она очень сильно отталкивает наших, условно, опять же, в кавычках, западных партнеров, потому что это очень некрасиво и неправильно с моей стороны грести запад под одну ребенку. Но тем не менее, вот мы с вами посмотрели на три интересных отличия, которые могут оказаться сложными для построения партнерства. Но я призываю вас не опираться исключительно на какие-то байки, урбанистические легенды, которые вы слышите от разных коллег за рубежом, которые успели что-то попробовать. Я призываю вас опираться на статистику, на хорошие источники. Я с удовольствием после нашего сегодняшнего мероприятия вышлю вам, скорее всего, даже сделаю пост в Телеграме с информацией об источниках и о моей презентации, приложу ее для того, чтобы вы могли с ней потом повзаимодействовать, как-то забрать оттуда данные, что-то скопировать. Надеюсь, конечно, с уважением к копирайту. Но, тем не менее, воспользоваться этими источниками я вас очень-очень призываю. Конечно же, я с удовольствием сегодня с вами готова поговорить о том, а где искать дополнительную статистику, с кем советоваться, как правильно искать эти материалы так, чтобы не попасть в просад и подстелить себе соломку. Мы же любим с вами подстелить себе соломку. Помимо этого, я очень вам рекомендую искать какие-то живые интерпретирующие материалы. Я много довольно рассказываю про культурные коды разных стран. У меня на YouTube-канале можно довольно немало найти такой полезной информации, но я призываю вас не ограничиваться знакомыми вам экспертами, а искать про cultural codes в разных странах на разных языках. Искать много информации на английском или на других языках, которыми вы владеете, и проверять позиции и точки зрения не только российского экспатского сообщества, но и международного экспатского сообщества, которое переехало в ту или иную страну. И для тех, кто заинтересован еще послушать такие классные интересные истории, конечно же, можно снова взять телефон, сканировать, пройти в Telegram-канал и не пропускать, конечно же, там никакие полезные интересные посты. Дима, ты же все читаешь уже и так. У тебя же не замьюченный канал. Куда ты полез? Тебя не слышно. Ты как в аквариуме рыба. А я, может, ты рыба. Что тебе? Дай мне свободу, самовыражение. Мне не жалко. Нет, совершенно. Я с тобой заигрываю тут. Хорошо? Да, я проверил, что все работает. Отлично, супер. Хорошо. Все, тогда на этом мы, наверное, эту часть завершим по моему introduction. Я надеюсь, у вас сейчас должны появиться вопросы, или вы готовы будете описать ваши кейсы. Как показывает нам цифровой этикет, цифровая вежливость. Классно оставлять вот такой слайд-визитку. Это тоже всем нравится, всем очень полезно. Люблю такое. Уважаю. Можете тоже потом воспользоваться или сделать себе скрин. Но напомню, что я все материалы выложу обязательно. Вот. Я думаю, что мне пора останавливаться, делать паузу, замедляться и дать возможность всем, кто хочет, высказаться. А Дима все это чудесным образом отмодерирует. Да, я если что был готов задавать вопросы, но я буду уступать всем, если у вас есть, потому что у меня есть. Если у вас кончится, то у меня точно есть. Никит, но точно нужно дать выступить тему или сказать или спросить. Поэтому Никит, welcome. Спасибо. У меня предсказной вопрос. Мне предстоит в ближайшее время открывать компанию в США, нанимать сотрудников и в процессе работать с местными инвесторами. У меня проект очень сильно крутится вокруг маркетинга, то есть вокруг понимания конечной аудитории. И то больше за больше всего переживаю, это культурные различия, которые я в России хорошо понимаю, там нет. Что можно нет сотрудникам, что можно нет в маркетинге, но с вами много, он разный и так далее. Что можно почитать или посмотреть, лучше и то, и то, чтобы максимально понять, как там люди думают иначе в культурном плане. Да, Никита, большое спасибо. Могу я задать вопрос? Правильно я понимаю, что поскольку это маркетинг, то, скорее всего, зона покрытия, зона интереса, целевая аудитория и возможные сотрудники, это все штаты Америки, это не какое-то конкретное обзорение. онлайн-сервис по всему США. Я поняла. Это, конечно, накладывает определенную сложность, потому что, как и в России, штаты абсолютно неоднородные, West Coast сильно отличается от East Coast и, конечно, было бы проще, если бы можно было сфокусироваться на чем-то одном. Ты мне задаешь такой вопрос, который тянет на 3-4 консультации, но если быть максимально краткой, я бы, наверное, посоветовала тебе обязательно заняться следующим. Во-первых, в тех источниках, которые я показала, пройтись по тегу Америка, можно будет найти и обнаружить. Давайте, да, выключим звук. И там прочитать тот объем материала, тот объем статистики, который бесплатно доступен, открыт. Вот, например, та статистика по холстеду, которую я сегодня показывала, она абсолютно бесплатно доступна. Есть несколько сервисов платных, но не думаю, что они как-то критично тебе сейчас что-то определят. Плюс я обязательно скину свои материалы, которые у меня есть и наработаны по штатам, потому что я сама в Клипорне работала, и у меня накопилось некоторое количество интересных наблюдений, размышлений и кейсов. Но очень призываю тебя перед тем, как дальше приступить к изучению этого материала, естественно, пообщаться с русскоязычным сообществом, которое уже переехало в Штаты, и таких сообществ масса. И я тебе очень рекомендую, конечно, собрать те шишки, которые собрали они через их ленту, через их наблюдения в Линкдине, через их рекомендации, которые они оставляли во время всяких эфиров. Такого просто, хоть ушами ешь, как говорится сейчас, очень много комментариев именно русскоязычного сообщества, переехавших в Штаты. Есть еще чудесная книга, конкретно по американскому культурному коду, которая не попала в рекомендации, которые я здесь озвучивала. Она называется «Культурный код. Как мы живем? Что покупаем? И почему?» Это довольно старая книга, я могу потом тоже на нее дать ссылочку. Она написана американцам французского происхождения, который переехал из Европы в Штаты, и обалдел, если не сказать сильнее, от той колоссальной разницы между Европой и Штатами именно в контексте того, как покупатели совершают свое решение, принимают решение о покупке, исходя из американских культурных кодов. Я хочу предостеречь, что она старовато, мне кажется, она написана в 80-е, и там уже прямо на многое надо делать скидку, потому что, ну, например, культурный код любви, обольщения и секса, он описывает очень по-пуритански, и в Америке уже давно никто так не знакомится, и никто так к отношениям такого пиетета не испытывает, как описано в книге, но многие фундаментальные штуки о том, как происходит взросление ребенка, какие ключевые вехи на этапе жизни не каждого взрослого происходят, что означает первая работа, первая учеба, первые отношения и так далее, очень хорошо в книге раскрыты. И, наверное, я тебе еще могу посоветовать, прежде чем вообще принимать какие-либо решения о том, как запускаться, что запускать и так далее, совершить два важных гигиенических действия. Исследовать максимально LinkedIn-ландшафт, все американцы максимально хорошо откликаются на LinkedIn-браузинг, попасть во все возможные группы, оставив notes, то есть я хочу попасть в вашу группу, because I feel deeply interested in the activity that you're pursuing. Прямо на красивом, кудрявом английском. Описать, что именно тебя интересует, постучаться во все эти окошки, написать холодные письма людям, с которыми тебе потенциально, возможно, потом будет интересно развивать network и следить, следить, следить во все глаза, о чем они пишут, как они пишут, каким языком они пишут, на какую целевую аудиторию они опираются. Прямо посмотреть, посталкивать этих людей аккуратненько в LinkedIn-пространстве. И второе, это обязательно приехать на некоторое количество времени раньше, чем предпринимать первый бизнес-шаги. Хотя бы пара недель нахождения там даст тебе столько ценной информации и ответов на вопросы, которые не дадут тебе ни я как консультант, ни другие люди, которые там оказались, потому что это будет твой first-hand, first-hand experience. Это будет то, что ты сам на своей шкуре ощутишь, даже условно от того, как тебе в Starbucks будут наливать с утра кофе. Спойлер, не так, как в Европе, например. Да, и не только потому, что это будет там long black, а потому что тобой будут совсем по-другому чик-чат устраивать. Тебя будут спрашивать, как у тебя дела, что, как тебе сегодня положить, вообще, какое настроение и так далее. Да, это могут делать не всегда искренне, но это тоже некоторый паттерн взаимодействия с клиентом, и ты его на своей шкуре тоже ощутишь. Вот, поэтому много тебе рассказала. Спасибо огромное за такой подробный разносторонний ответ. Я много всего себе записал. А если добить, не знаю, какой-нибудь книги или, может, документальным фильмом или сериалами именно про США, может быть, что-то еще есть, кроме той книги, которую ты назвала? Что-то такое фундаментальное? Знаешь, мне хотелось сначала ответить тебе, посмотри все американские сериалы, но потом я поняла, что я начала перебирать в голове некоторые, условно, какие-нибудь самые популярные, базовые, как я встретил вашу маму, клиника, Big Bang Theory, не знаю, друзья и прочее, но я понимаю, что, во-первых, они очень быстро устаревают, все паттерны, которые показаны даже в Big Bang Theory, уже не так выглядят, да, они показаны уже не так, как сейчас, а во-вторых, мне кажется, ты очумеешь все эти сериалы смотреть, поэтому нет какого-то такого одного фильма, как, не знаю, как и в Русском культурном коде, вот какой ты фильм посоветуешь иностранцам про россиян, Иронию судьбы, а еще Белое солнце пустыни, а еще Любовь и голуби, а еще Балабанова, а еще что-нибудь, в общем, не могу тебе сказать, что есть какой-то один фундаментально важный фильм, но что ты можешь посмотреть в качестве референса, и мне кажется, это ценно, посмотри, кстати, я такого никогда не делала, мне только сейчас пришла в голову эта мысль, спасибо за твою наводку и за твой вопрос, попробуй посмотреть перечень фильмов, выигравших Оскар за последние, допустим, 20 лет, не посмотреть, в смысле сесть и посмотреть, это вот попа плоская станет, не надо так делать, а прям посмотри референс, в смысле summary, о чем они, и ты увидишь, как меняется кривая восприятие ценностей, важных каких-то явлений, на которые обращают внимание американская киноакадемия, она очень конъюнктурна, она прям бежит за веяниями моды, да, вот сегодня у нас high-rise on feminism, завтра у нас права мигрантов, послезавтра у нас Black Lives Matter, и Оскар очень хорошо на них реагирует, вот это можно посмотреть, спасибо огромное за полезное выступление, столько полезных ответов, спасибо большое, отлично, не отключайтесь, продолжайте оставаться с нами. Спасибо большое, Никита, за вопрос, я задам тоже вопрос, там еще Никита, если что, Даша Павленко, Дарья Павленко написала в чате, может быть, тоже тебе будет актуально, посмотри. Я хочу задать вопрос такой, Кристин, мы, так как мы про бизнес-партнерство, и я хотел бы чуть-чуть сюда, в эту сторону все-таки качнуть, не просто про межкультурную коммуникацию, а таких немного особенностей, вот я как бы обычный русский, да, да, грубый, не знаю, еще какой-то, короче, обычный русский, скажи, пожалуйста, вот с моей супер среднестатистической особенностью, ментальностью, паттернами и прочим, понятное дело, что мы, правда, очень сильно все отличаемся, но тем не менее, с точки зрения иностранцев, как тебе кажется, для кого я подходящий партнер и чем я им понравлюсь, вот как ортодоксальные израильтяне, забыл, там было какое-то слово, классно, вот они, потому что они такие внимательные, все такое, понятно, что тоже обобщенно, но вот как думаешь, для каких культур русские бизнес-партнеры подходящие или идеальные, задам так вопрос, радикализирую его, и почему? Спасибо, Дима, очень хороший и сложный вопрос, сейчас я соберу мысли в кучку, как тебе на него лучше ответить? Можно не системно, мы, правда, не готовили эти вопросы-ответы, я подумал, что это интересно, можно, кому не подходим, кому подходим, то есть можно не системно, понятное дело, что так сходу сразу категоризировать страны в табличку как бы от меньшего к большему будет сложно. Да, я поняла, у меня есть несколько мыслей, которыми я поделюсь, а в процессе, я уверена, придут еще какие-то более умные. Я прежде всего начну с того, что мы чаще всего себя видим как проводника какой-то одной локальной территории, и чаще всего мы думаем о том, что вот я простой парень Вася, и кому я могу быть интересен, и кто для меня может быть каким-то вот, для кого я могу быть тем самым лакомым кусочком, которого мечтают заполучить, и думаем о том, что мы интересны в разрезе Москвы или Петербурга или другого города, в котором мы живем, в контексте нашей страны, что это, наверное, может быть не безинтересный рынок для кого-то, что мой нетворкинг в России, он может быть кому-то полезен, но на самом деле я предлагаю вам думать чуть шире, поскольку мы здесь с вами развиваем межкультурное мышление, глобальное мышление, я предлагаю вам думать в разрезе, как это делают, например, армяне или израильтяне. Они мыслят сетью, они мыслят тем, что за моей спиной стоит еще там огромное сообщество людей в самых разных странах. И если я не призываю вас думать о нас, как о гребнице и о диаспоре россиян во всех странах, то хотя бы думайте о себе, как о людях, которые являются носителями постсоветской культуры, постсоветского культурного кода и русского языка. И я думаю, что россияне сейчас очень актуальные партнеры для всех тех, кто рассматривает в широком смысле рынок СНГ. Сейчас не так, скажем, актуально смотреть на рынок одной-единственной России, во-первых, потому что это всего лишь одна из стран, говорящих на русском языке, во-вторых, у нее есть огромное количество санкционных проблем, в-третьих, вообще еще неизвестно, что будет дальше с экономикой, а вот рынок СНГ супер притягательный, потому что, во-первых, большое количество экономик растет, во-вторых, они еще очень ненасыщены. И я здесь скорее тебе отвечаю больше как предприниматель и как человек, который сопровождает бизнесы, нежели как межкультурный коммуникатор. Сейчас до этого дойдем. Но я предлагаю вам смотреть именно в разрезе того, что вы можете быть интересны людям, которые по какой-то причине не видят возможности другого захода на рынок СНГ по разным особенностям. Например, я часто вижу, как к россиянам обращаются представители дальневосточных культур, там, те же китайцы, корейцы и японцы, потому что они видят Россию точкой входа сразу в весь СНГ. Потому что им нужен человек, который говорит по-русски и которого будут воспринимать как, сейчас скажу плохо, надо вытравлять из себя империалиста по капле, нас видят как человека с потенциально большим весом и с потенциально большой значимостью в глазах наших коллег из региона СНГ. То есть, грубо говоря, им приятнее, интереснее запартнериться с человеком из России, считая, что если россиянин приедет в Казахстан, в Армению, в Грузию, в Киргизию, к нему будут относиться как к суперуспешному предпринимателю из России, нежели запартнериться условно с Киргизом, который будет дальше ездить по всем странам СНГ, которого, может быть, не с таким пиететом будут воспринимать. Сейчас вот прям еще раз сделаю дисклеймер, что это не имперская точка зрения, а скорее восприятие, которое действительно есть у наших корейских, китайских и многих других коллег. И часто слышу и вижу, как партнеры из России, когда они вступают в коллаборацию, как раз становятся проводниками. Как удивительно иногда бывает, они думают, ну сейчас мы тут откроем сеть, неважно чего, подставьте нужное в Москве. А к ним приходят корейцы и говорят, подождите, у нас вообще первые планы на Киргизию, Казахстан, Узбекистан, вот там растущий рынок, ваш это Москва, уже дно поделено, пойдемте туда, вы же наверняка можете мне с этим помочь. Это вот первая важная история. Вторая важная история культурологически, это опять же часто азиатские культуры, которые испытывают те самые культурологические сложности в коммуникации с европейцами и с американцами. Грубо говоря, если мы сейчас с вами представим линеечку, вот Дима очень любит шкалы Эрен Мейер, я к ним тоже с уважением отношусь, вот представьте себе линеечку, где как бусинки на ниточку нанизаны разные культуры, и они, соответственно, по своей позиции занимают крайне левое или крайне правое положение или серединное положение на этой ниточке. И вот, допустим, здесь у нас есть самые иерархичные культуры, это тоже Япония, Китай, Корея, далее идут Индия и так далее, и так далее. Здесь на самой другой крайности, на другой полярности находятся Дания, Нидерланды, Норвегия и другие максимальные галитарные страны, где человек всегда равен другому человеку вне зависимости от того, какую позицию он занимает. И вот где-то посерединке, ближе к иерархичной культуре будет находиться Россия. И понятно, что в этом отношении китайцу гораздо проще договориться с россиянином, чтобы тот поехал в Европу и представлял интерес, допустим, какой-то азиатской фирмы или дальше распространял влияние, или мог опереться на свою сеть контактов, допустим, в странах Балтии, чтобы зайти в Европейский союз, потому что, ну, очень сложно некоторым коллегам из иерархичной культуры заходить в эгалитарный. Ну, просто очень сложно, невозможно, непонятно, не поддается объяснению. А вроде как более или менее уже многие россияне начинают говорить по-английски, начинают плеваться в контингент европейских бизнесменов, стартаперов и так далее. Все-таки некоторое количество либеральных лет пошло нам на пользу, и мы, в общем, очень нехило уже успели попутешествовать в эти страны. Кто-то успел открыть там свои точки присутствия, кто-то там заработал себе нетворк и партнерство, и для многих азиатских стран это, правда, хороший выход на эти рынки, просто потому что, ну, переживательно, это сложно общаться вот в таком дискурсе. Часто в этом плане используют Турцию как хаб, которая, с одной стороны, имеет привилегированное экономическое положение, потому что там заключено соглашение с ЕС, о беспошлиной торговле, да, прошу прощения, о беспошлиной торговле в России здесь сложнее, но, как говорят сами азиаты, например, даже те же индийцы, которые вообще не имеют сложности выйти на рынок Великобритании, допустим, да, через свою диаспору, они говорят, что с россиянами проще договориться, более такие relationship-based могут возникнуть связи, где тебе не нужно каждый раз доказывать бумажкой, что ты сертифицированный там какой-то специалист 20 годами опыта, где ты, в принципе, можешь позвать друга и с тобой нормально можно будет договориться по-человечески, а не по вот этим их жестким правилам и законам шаг право, шаг влево, расстрел. Вот, наверное, такой у меня будет для тебя ответ. В этом плане, наверное, следует смотреть, куда текут капиталы и куда текут интересы, какие страны сейчас воспринимаются как очень развивающиеся, и это, конечно же, страны Азии, Центральной Азии, Африки, но для Африки, к сожалению, мы здесь не франкофонная область, то есть гораздо проще договориться с кем-то из Франции, из Бельгии, чтобы покорять Африку вместе, чем с россиянами. А вот Центральная Азия, например, это точка приложения для многих интересантов и, правда, хорошее окно входа. Ну и, наверное, я бы сказала, что мы являемся очень хорошими, классными партнерами для тех компаний, которые сейчас заинтересованы в поиске относительно бюджетной, но высоко квалифицированной с техническими скиллами рабочей силы. То есть, есть представление, что если найти русского айтишника, русского лидера айти-проекта, то за ним потянутся условно там команда российских, белорусских, украинских, казахских айтишников, которые стоят сильно дешевле, допустим, чем канадские, но тем не менее трудолюбивы, с отличным образованием, получили хорошую подготовку и могут сворачивать горы. Опять же, в этом отношении немножко более приоритетны белорусы. Мне кажется, что белорусов уже всех разобрали, честно говоря, глядя на то, что происходит. Вот, поэтому, наверное, пока так отвечу, потом, если в голову еще придут какие-то мысли, я расскажу. Супер. Белорусов всех уже разобрали, и очень смешной комментарий, мне кажется, он очень правдив, но белорусы-таки реально у нас почти никого нет, отходите. Да, скажи... Белорус пришел и подтвердил, смотри-ка. Да, поднимайте, пожалуйста, если что, ручки, если вы хотите задать вопрос, сказать комментарий, все что угодно, а я, чтобы... У меня просто есть вопросики, пока ручек нет, поэтому вот что отвечу, задам вопрос. скажи, если тебе нужно, ну, давай пройдемся по каким-то базовым сейчас юрисдикциям, культурам, культурам в твоем контексте, если тебе нужно предложить бизнес-партнерство, вот, мол, Кристин, давай сделаем бизнес, мы там займемся, не знаю, чем-нибудь, будем выпускать какую-то литературу или онлайн-курс запустим, или еще что-то, вот будем делать, ну, там, 50 на 50, все тебе, мне, ты будешь отвечать за контент, я буду за продюсирование отвечать, ты будешь экспертом, я продюсером, твой личный бренд будем крутить, очень ценная штука. Вот это какое-то мое предложение, такое, немного несуразное, неподготовленное, но как от русскоязычного русскоязычному человеку. Как тебе кажется, если можно по-русски, к другим культурам, как вообще подходить, есть ли разница? Как предлагать бизнес-партнерство разным культурам? Какие хочешь культуры? Приведи пример. Да, хорошо. И можно ли вообще как-то предлагать кому-то? Может, кому-то нельзя сразу предлагать? Ох, Дима, хочется сразу лекцию тебе прочитать, точнее, не тебе, а, конечно же, всем присутствующим поделиться. давай, наверное, попросим наших участников привести примеры тех юрисдикций, которые им интересны, потому что в моей голове сразу многовекторная такая линейка рисуется, и я такая 16 критериев. Выберите один. Да, давай, мы сильно проще. Сейчас сделаем, давай с турков начнем. Туркам предлагаем партнерство, потом перейдем к объединенным Арабским Эмиратам, если что. Я тебе сейчас сообщение напишу в общий чат. Супер. Я предлагаю тогда нашим коллегам тоже подключаться всем слушателям и задавать вопросы, пользоваться возможностью, что вы не в онлайне это слушаете, а находите здесь. Получите, да, получите очень ценный ответ на ваш вопрос. Я бы сказала, что для турков из моего опыта, по крайней мере, вот сколько я не была в сопровождении таких сделок, самое важное это точно понимать, точнее так, сейчас скорректирую вокабуляр. Точное понимание и точные цифры придут потом. Нужно заходить в предварительные оценки всего процесса и прежде всего ссылаться на тот успешный опыт, который у вас уже был с объемами, оборотами и деньгами. Часто приводят в пример, что к американцам надо в партнерство заходить прежде всего, показывая цифру, какие-то рои, еще что-нибудь, значит, вот она моя будет и беда, вот у нас так с вами чудесно все получится, ударим по рукам. На самом деле, самые дайрект предложения я встречала именно в Турции. Это когда люди садятся, они вообще еще познакомиться не успели, первым делом они друг у друга спрашивают, сколько может стоить, если мы с тобой вместе вот наши контейнерные перевозки объедним, сколько мы сэкономим. И люди сразу открывают салфетку, сразу начинают считать, сразу дают какой-то estimation, и вот если эти цифры кажутся, как говорится, interesting enough, хотя бы в какой-то степени интересующими, это те объемы, которые подходят, дальше начинает разворачиваться уже диалог, и происходит какое-то движение. Но надо понимать, что существует большая разница между Турцией и дельцов, вот тех вот, не хочется мне употреблять слово какого-то такого рыночного формата, да, сотрудничества, когда возятся товары туда-сюда, когда, значит, какие-то... Турецкие купцы. Да, купеческая культура, да, вот этот вот, нет, Вячеслав, нет, точно не барыга, за этим так много негативного контекста стоит, мне прямо не хочется это употреблять. Это действительно купеческая торговая культура, и хочется сказать, что здесь у людей действительно все мерится контейнерами, объемами производства, объемами закупок, объемами поставок и так далее. Но есть еще, у меня тоже периодически встречалось, очень сильная турецкая белая кость, вот эти потомственные аристократы, я бы сказала, из очень образованных турецких семей, которые на лето уезжают на дачу на Канары и, в общем, ведут бизнес поколениями с очень какими-то достойными такими темами не купеческого формата, я бы сказала, те, кто сейчас включается в поддержку экспортеров турецких, люди, которые в том числе занимаются IT, люди, которые занимаются финансовыми рынками, банкингом, кстати, в том числе, и этим людям, конечно, нужно показывать примеры успешного сотрудничества или успешного какого-то представительства непосредственно в Турции, и надо хорошо показать зачем и почему именно они и именно Турция, здесь, конечно, очень близко к Арабским Эмиратам, здесь тоже надо обязательно показывать вашему партнеру, почему именно вы будете для меня самым лучшим партнером, потому что мы все посчитали, потому что у Турции вот такие-то, такие-то показатели, вот такое-то торговое соглашение, и поэтому вы нам очень интересны, нужно, конечно, сделать здесь некоторое количество реверансов в их сторону, поэтому, как и в любой другой ситуации, конечно, нужно представить от контекста, и одного универсального рецепта не будет, но есть вот некоторые такие паттерны, которые можно заметить, и которые, на мой взгляд, могут вам помочь. Едем дальше? Да, если можно, Объединенные Арабские Эмираты, ты уже чуть-чуть затронула? Ну, про Объединенные Арабские Эмираты нужно сначала вместе пить кофе очень долго, познакомиться, общаться, дружить, сходить на ужин вместе, познакомиться с семьей, потом еще раз сходить на ужин, потом еще раз прилететь в Эмираты и еще раз сходить на ужин. Бесполезно разговаривать по телефону, по зуму, все равно никто никогда не ответит, ну и по телефону может ответить, по зуму все равно, скорее всего, не придут на зум, скажут, что очень заняты, что-то случится. В общем, надо вместе есть и пить, вот так бы я сказала, но, конечно, не в Рамадан, а в остальном долго и упорно формировать интерес друг к другу, показывать, что вы нам суперинтересны, мы так гордимся возможностью сотрудничать с вами, и я бы, наверное, хотела подарить вам здесь еще один концепт, это то, что я называю бизнес virginity, показать, что вы девственны в отношении этого рынка, и именно господин Мохаммед может стать тем самым человеком, который проведет вас и ваш бизнес в мир Ближнего Востока, так называемый Gulf region, Gulf area, в мир стран Персидского залива. Мы не идем в Кувейт, мы не идем в Суду, в Скоравию, мы никуда не идем, мы к вам пришли, дорогой господин Мохаммед, потому что именно вы сможете стать нашим gateway на территорию рынка Ближнего Востока, мы так ценим вас, ни с кем больше не сотрудничали, ждем, пока вы наконец, нет, сейчас неправильно сформулировал, ждем, пока у нас с вами сложится достаточно доверительное отношение, чтобы мы с вами могли, брат мой, сделать совместное интересное предприятие. Я бы так сказала. Да, конечно, я бы вообще не выдержал. Так, хорошо. Я правильно понимаю, я чуть-чуть перескочу, я там написал США, Китай, Великобритания, правильно понимаю, что про долгие, про личные отношения, про построение бизнеса скорее на личных отношениях, это про Китай, да? Можно туда? Ты знаешь, и да, и нет, можно прыгнуть туда, я бы сказала так, что для Китая, помимо всего прочего, важное значение имеет интерес высшего руководства, но это касается часто государственных корпораций, но поскольку в Китае много государственных корпораций, я думаю, об этом тоже стоит сказать. Меня иногда удивляло, как так получается, что делегация вроде первый раз приезжает, а уже какие-то результаты происходят, ну, то есть уже прям какие-то, ну, не контракты подписываются, но прям дело движется, начинается разработка какого-то соглашения, или люди уже какой-то первый пилот вместе пилят, и вот удивляешься, думаешь, как же так вышло, а потом понимаешь, что тот самый специалист, главный какой-нибудь, главный инженер китайской государственной электрогенерирующей корпорации получил звонок от господина Васюкова, Петрюкова, какого угодно из Москвы, и тот ему сказал, что дорогой товарищ Синь-Линь-Пинь, мы очень хотим с вами дружить, нам очень нужен совместный проект, и поскольку у того очень понятная линия партии, в которой сказано, что если русские предлагают сотрудничество по этому направлению, берем, то он активно берет под козырек, и это все, в общем-то, понятно, что спускается сверху вниз, поэтому в Китае я бы сказала, что помимо всего прочего важно понять, насколько вы интересуете самую верхушку, которая принимает решение. Там тоже, конечно, есть элемент долгого построения отношений, сотрудничества и так далее, но я замечаю, что с годами, особенно в последнее время после ковида, китайцы научились работать в онлайне, им стало полегче в этом отношении, ну и в принципе, когда страна уже перерастает из глобальной фабрики и становится глобальным центром, ну пока еще не неокр, но подгребает под себя другие кусочки производственной цепочки и перестала быть уже только производителем, там накопилась некоторая критическая масса умения работать с бледнолипцами, умения работать на английском, поэтому я бы сказала, что там уже интересом в том числе становится коммерческий интерес, и его, конечно, тоже обязательно нужно показывать, но важно понимать, насколько высшее руководство заинтересовано в продолжении отношений с вами, иначе можно долго бесконечно биться в эту историю и не получать никогда нет, потому что вас не хотят обидеть, вам пытаются сохранить лицо, но при этом нет не скажет, скорее всего. Спасибо. США, Великобритания, что-то особенное хочешь сказать? Ой, я много чего хочу сказать, и там и там жила, училась, работала, но давай, может быть, мы все-таки спросим, есть ли у наших слушателей какие-то пожелания, а то они сидят и слушают нас, может быть, им тоже что-то такое интересное. Давай маленькую еще раз интервенцию устроим, спросим. Вообще легко, там, если нажать на реакции и поднять ручку, то вообще можно тут же буквально получить, но мне кажется, что мы сейчас получим паузу, и кто-нибудь такой, ну ладно, неудобно, задам вопрос. Вот, Вячеслав спрашивает про Латинскую Америку. Да, Вячеслав, хороший вопрос. Для Латинской Америки прежде всего вам нужно найти переводчика на испанский. В Латинской Америке действительно есть некоторая специфика, прошу прощения, Думаю, что полезно понимать маленький контекст, я вообще всегда любые страновые, региональные дипдайвы начинаю с экономического, культурного контекста перед тем, как объяснить, как вступать с теми или иными людьми в партнерство. Здесь важно понимать, что Латинская Америка это испаноязычный континент, который имеет одно исключение в виде португальского языка в Бразилии, а в основном, по большей части, это испаноязычные страны, и эти страны не имеют особого стимула изучать английский и в целом у них под боком Мексика, который является тем самым транзишн-поинт, как Турция является мостом в Европу, так же Мексика является транзишн-поинт мостом в США. И очень понятная логика, поскольку между Латинской Америкой и Соединенными Штатами и Канадой заключено некоторое количество соглашений о взаимной торговле, то там есть упрощенные схемы для действия латиноамериканских бизнесменов. Поэтому в целом особо нет никакого интереса там смотреть в сторону Европы, как-то что-то расширять туда свои какие-то щупальца. Очень далеко, очень дорого. И зачем, если под боком есть 350 миллионов рынок США? Ну, серьезно. А еще под боком есть огромный внутренний рынок испаноязычной Латинской Америки. Поэтому когда вы приезжаете в Латинскую Америку или начинаете вообще думать в эту сторону, конечно, думать надо начинать на испанском, а во-вторых, следует четко понимать, что для этих стран вы скорее будете являться каким-то большим и странным исключением. Мол, залетная птица, ничего себе. Типа, что это мы ему сдались? Ну, как бы, правда, странновато, супер далеко, супер дорого летать, совсем другой языковой, совсем другой языковой сегмент, другой рынок. Здесь я бы, конечно, строила, безусловно, тоже личные отношения, потому что это relationship-based cultures, тоже придется строить такие неформальные коммуникации, ходить, общаться, ужинать, обедать, взаимодействовать и так далее, но стоит четко понимать, что у вас должен быть хороший резон, по какой причине вы не станете для них тем самым burden, тем самым каким-то ермом, потому что на вас нужен переводчик, на вас нужны все эти бесконечные перелеты, зачем оно надо? То есть тоже тут важно понимать, либо вы должны показать свой рынок во всей красе, либо четко обосновать, почему на этом рынке ваш товар, ваша услуга, ваш стартап может быть прибылен, интересен, потому что своих испаноязычных и англоязычных здесь уже очень много вопрос, как бы, куда вы и как вы готовы в том числе защититься от рисков, что сегодня инфляция, завтра военный переворот, послезавтра внезапно Уга Чавес восстал из мертвых, раскопали мавзолей, снова все поменялось и так далее. Ну, в общем, очень много нюансов, которые хочется сразу обложить тоже соломкой. И что-то еще я хотела вам сказать по Латинску Америку умное и забыла. А, есть классный способ проверить про латиноамериканские гипотезы, называется Web Summit, в Рио, по-моему, если мне не изменяет память, в Бразилии проходит Web Summit чуть ли не весной. Вот осенью он проходит в Португалии, в Лиссабоне, весной проходит в Рио, и там большое количество латиноамериканских компаний съезжаются на вот эту хорошую точку. Поэтому, если вам это интересно, мне кажется, классная схема попробовать пощупать этот рынок через, например, такое мероприятие, где сразу можно много кого найти. Если говорить про какая страна Латинской Америки более проста для партнерства, перспективна для бизнеса, я бы, конечно, смотрела на то, какой у вас бизнес, я не знаю, Вячеслав, я не могу вам тут из головы статистику подтянуть, у всех свое, но особенно в последние годы прямо сильно на фоне других стран начинает выделяться Чили. Чили называют Швейцарией и Латинской Америки самым высоким уровнем безопасности по сравнению с остальными странами. Очень громко о себе начинает заявлять эта страна, я вам так сказала, и она гораздо более приятна для экспатов по сравнению с остальными. И все-таки думайте и помните о том, что вот есть некая испаноязычная комьюнити, а есть Бразилия, которая португалоязычная, это еще сложнее. Конечно, по этой причине Бразилии сложно, потому что, конечно, все прежде всего метят в испаноязычную Латинскую Америку. Вот, надеюсь, ответила на ваш вопрос, хоть как-то вас смогла здесь ориентировать. Там еще чуть-чуть, ну, это, наверное, про особенности стран. Узбекистан в чате упомянули, если хочешь, кроком. Да, честно скажу, что я очень мало работала с странами Центральной Азии, наверное, одна из самых для меня малоизученных территорий на карте. Честно признаюсь, что я в Узбекистане никогда не была, и мне кажется, из клиентов, мне кажется, у меня не было узбеков, и мне кажется, что не было среди каких-то партнеров моих клиентов. Очень мало знаю, но из тех клиентов, которые ездили, общались, смотрели, говорят, что супер тепло, радушно принимают и максимально ориентированы, настроены на сотрудничество, на партнерство, то есть там скорее вас будут воспринимать как как жениха, который должен, которому нужно понравиться, я бы так сказала. То есть это будет обратная история, если вы ищете себе партнеров, допустим, в Штатах, и вам нужно себя продать, то скорее всего в Узбекистане будет наоборот и вам будут себя продавать. Поэтому мне кажется, что стоит пробовать, потому что это дешевый быстрый тест, даже полеты туда это несравнимо спокойнее, комфортнее, дешевле, чем условно попытки пойти в Европу или в Латинскую Америку, но я очень рекомендую пообщаться, как всегда, с теми предпринимателями, у которых уже был такой опыт и кто смог завязать там отношения, но вообще туда, мне кажется, в последнее время чуть ли не бизнес-миссиями, пачками ездят российские предприниматели и много чего пробуют и смотрят. Да, это правда, это правда. Я подтверждаю, Эквиум, например, делает туда бизнес-миссии, у нас там даже есть конгломерат наших резидентов. Я единственное, наверное, скажу, прости, пожалуйста, я вспомнила, что я могу про культуру сказать. Мне кажется, суперважно понимать, что в этих странах сформирована своя бизнес-культура, которая отличается от российской. И что самое важное, наверное, мне хочется отметить как специалисту именно по культурным коммуникациям, это не стоит воспринимать, опять же, выдавливая из себя империалисту по капле, воспринимать, что ваша бизнес-норма будет симметрична бизнес-норме узбекской. Если вы считаете, что мы же в Советском Союзе привыкли так, или мы же все помним, что у нас русскоязычное пространство делается вот так, или мы же с вами можем в договоре задним числом написать, или подпись потом поставить, или whatever. Я сейчас придумываю из головы форматы. Мы же с вами привыкли, что вот так. Давайте помнить и понимать, что это страна с очень непохожей на нас на самом деле культурой, с очень специфичными своими историческими процессами, с очень характерными тоже некоторыми традиционалистскими ценностями, которые переделывать лезть точно не нужно, и если начальник не сказал, то не стоит пытаться переубедить человека, сделать что-то наоборот. Поэтому я бы сказала, что с уважением и вниманием отнестись, не считать, что вы едете в очередной регион России, не считать, что это просто еще одна территория, на которой говорят по-узбекски, но вообще-то на самом деле все нормы те же самые. И это такая общая рекомендация, узкое место для поездок на все территории высшего Советского Союза. Быть внимательнее, уважительнее и аккуратней к местной реальности, я бы так сказала. Вижу, что пишут комментарии. Я прям с большим опасением даю такие характеристики про хитрость и так далее. На самом деле очень часто за этим стоит не то, что мы считаем хитростью, а вот это как раз та самая культурная разница, та самая культурная смычка, где то, что мы видим как хитрость, на самом деле является нашим неумением торговаться. И то, что мы воспринимаем, что нас обули, мы просто не работали по этим правилам и не играли по этим правилам. Там, где ожидали, что цену мы будем пытаться понизить, мы просто ее приняли и пошли дальше работать и так далее. Поэтому еще раз скажу, что я не специалист по Узбекистану и по некоторым другим странам Центральной Азии, не буду вписываться, потому что личного опыта там не имею, но сразу скажу, что прям предостерегаю от лейблов и таких стереотипов в отношении целого народа, потому что возможно правда мы просто не до конца понимаем и принимаем эти правила игры, что существует культура силы, существует культура консенсуса, существует культура торга. Вот Узбекистан очевидна культура торга. И там, где просто по-умному и по-хорошему вели бизнес, мы облапошились, потому что не имеем этой культуры торга, не умеем в эту игру играть. Ну вот и получили. Спасибо большое. Я как юрист должен сказать, что очень внимательно нужно читать договоры вообще-то везде. Очень прошу занести это в протокол. Я лет 10 уже всем говорю и продолжаю говорить. Скажи, пожалуйста, ты сказал про культуру торга, про культуру силы и культуру консенсуса. Можешь чуть-чуть подробнее или источник сказать, или что почитать, про что это, откуда это? Слушай, это, на мой взгляд, персональная типизация, которую делает Моти Кристалл, специалист по переговорам, и я не помню, чтобы он откуда-то ее брал, но я это встречала только в его выступлениях. Я посмотрю, на самом деле, мне тоже интересно, но как-то я обычно этой типологией не пользуюсь, но раз мы ее как-то встретились сегодня, то решила упомянуть. он делит такт культуры по-моему на три категории и говорит о том, что в культуре консенсуса самое важное, чтобы оба человека ушли из-за стола с ощущением того, что к ним прислушались и их мнение было учтено, это условно-долгосрочное сотрудничество на годы вперед, где нам важно, чтобы у каждого остался свой запас, как он это называет, сейчас я скажу одну секунду, свой запас готовности и благожелательности идти на уступки в будущем, грубо говоря. Культура торга это история, когда оба должны выйти из-за стола с ощущением ес, классно, классный был процесс, вот мы прям так эту цену со всех сторон размяли, что вот я получил настоящее удовольствие от того, что мы нашли наконец вот тот самый край острый, где и не мне, и не тебе, и вроде как там еще какой-то процентик можно заложить, ну вот прям прошли по краю, это классно, вот процесс у нас, он состоялся за счет того, что мы во все стороны туда-сюда его крутили. А культура силы это история про то, что кто самый суровый, кто самый громкий, кто самый, у кого самая большая ядерная боеголовка, тот и победил. Понял, понял, можно без примеров, это очень знакомый дискурс. Да, хорошо, я все равно ручки не поднимают, и я считаю, что как бы всем интересно это, кто остается, поэтому я заключительный вопрос хочу задать, Кристина была у меня суперсинхронным переводчиком, супер, в смысле, классным синхронным переводчиком в партнерской сессии, например, с индийцем, парень из Индии, и ты уже как бы в теме, что такое, вот когда партнеры договариваются друг с другом, как тебе кажется, ну вот, как ты, насколько у тебя есть какой-то опыт подобного взаимодействия, кто договаривается, кто не любит договариваться, у кого прям в культуре сесть и поговорить и договориться заранее про то, как мы будем совместно вести бизнес, а кто говорит, ты чего, ну все же прописано там на небесах или где-то еще, мы такие, такое не предусматриваются, ты меня обижаешь вообще этим разговором. Супер, отличный вопрос, спасибо большое за него, я тебе отвечу так, скорее у меня не будет ответа в отношении национальных культур, и я не могу сказать, что вот все арабы полагаются на волю Аллаха, и куда бы ты ни приехал, везде все скажут, что ну мы же с тобой вместе вот арабский кофе зеленый пили с пряностями, значит с тех пор между нами все решено, я другому отдана и буду век ему верна, все, больше никак. И не могу сказать, что есть, что все абсолютно, не знаю, немцы или швейцарцы, пока ты не поставил подпись под контрактом, вообще пальцы на ней пошевелят. Честно, были примеры и того, и другого, и можно без хлеба. Я бы скорее, знаете, на что опиралась? Есть вот здесь чудесный источник, прям отнесусь к нему, понимаю, что скорее всего ни у кого не будет времени такую толстенную штуку читать, но очень я его люблю, есть специалист по, он историк по эволюционному развитию, Элвин Тоффлер, у него есть категории трех волн, первая волна доиндустриальная, вторая волна индустриальная, третья волна постиндустриальная, он делит все общества вне зависимости от национального контекста на условную фазу развития, что есть общества, застрявшие условно в доиндустриальном обществе, есть индустриальные общества, есть постиндустриальные, и точно так же он делит некоторые индустрии, например, школа застряла в индустриальной модели, а работа ушла в постиндустриальную, и вот нам надо подтянуть школу до постиндустриальной. И самое интересное, что в каждой стране есть доиндустриальное общество с доиндустриальными ценностями и какими-то категориями индустриальные и постиндустриальные, и я бы сказала, что категория сесть, поговорить, обсудить все заранее на берегу и успеть все это зафиксировать, желательно в письменном виде, да, written culture, это категория постиндустриального общества, где мы оцифровываем все договоренности, где мы фиксируем это на разных источниках, где мы потом к этому ссылаемся, потому что мы уважаем систему права, какая бы она ни была, исламское право или европейское право, неважно, да, люди к этому относятся вот таким вот образом, да, с разными нюансами, кто-то дольше договорится, кто-то быстрее, кто-то с привлечением всех своих возможных помощников и консультантов, кто-то один, кто-то согласовывает наверху чуть ли не до Аллаха, кто-то сам достаточно может принять решение, ему это не надо, но тем не менее вот есть некое уважение к письменной норме, к нормативному формату диалога, а есть индустриальные категории, где, в общем-то, я повторюсь, и в Германии с вами могут на коленке договориться, потом отрицать все, говорить, что все было не так, где мой контейнер с одеждой. Соответственно, я бы сказала, что здесь очень внимательно надо смотреть на индустрию, очень внимательно надо смотреть на корпоративную культуру, и самое важное, не стесняться предлагать и спрашивать, то есть уточнить, вообще тебе норм, что мы сядем об этом поговорим, потому что если тебе не норм, наверное, мне будет тяжело в этом партнерстве, что мне важно сесть поговорить и закрепить не потому, что я тебе не доверяю, а потому что я по-другому не умею вести дела, это мой культурный код и мой культурный собак. Очень-очень хочется, чтобы это был наш культурный код, это пока не совсем так, но хотелось бы. Хорошо. Я думаю, что те, кто собрались здесь, они ценят эту возможность, раз они даже на такое узкоспециализированное мероприятие пришли. Это правда, это правда. Хорошо. Есть ли у вас какие-нибудь еще вопросы, у вас есть, мне кажется, прекрасный шанс сейчас задать этот вопрос, или мы будем уже финалить, поэтому похоже, похоже, что нет желающих. Я тебя благодарю, от всей души. Нет? Что, 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 что? Сказалось, Артем включил камеру, я подумала, вдруг он хочет что-то сказать. Нет, он просто помашет трубку. Нет, на самом деле была мысль такая, думаю. А мысль самых интересных товарищей не затронули, китайцев. Сейчас как раз будет выставка. Выставка в апреле начинается, я бы недавно узнал. Сейчас бегаю, ношу с этой визой для того, чтобы в Пекин улететь. И вот у меня, честно говоря, я с китайцами только переписывался. И вот сейчас, получается, я встречусь с ними лицом к лицу на двух выставках. Это, получается, и кантонская, и пекинская. И как-то вот тоже хотелось бы про них узнать побольше. Кристин, давай тогда все-таки вот китайцы, Артем спрашивает, и Америка, и Великобритания, Ольга написала, все-таки мой списочек, шорт-лист, он актуален. Да, ты правил. Ага, абсолютно точно. Я не сомневалась. Я просто думала, вдруг у кого-то есть более нишевые запросы. Я вижу, что у людей побежали запросы в чате, и это, как всегда, магическое влияние дедлайна. Как только ты говоришь, что все, ну мы заканчиваем, лавочка-то закрывается, расходимся, все-таки, о, нет, подождите, еще последний вопрос. Хорошо, давайте, Артем, поступим так. Я расскажу три тезиса. Они, конечно, не исчерпывающие, но они могут быть вам полезны. Первое. Для многих индустрий, я не говорю, что для вашей это так, может быть, это не так, может быть, у вас суперинновационное решение, которое вообще, значит, всем оно нужно в Китае, такое тоже может быть, но нужно быть готовым к тому, что церемониться особо могут и не церемониться, потому что очень большой поток желающих с ними войти в партнерство. И если вот раньше я замечала, что на выставку китайцы подходят, значит, там здороваются, долго там расспрашивают, а как что, а как вот вы, какая у вас история становления, а чем вы занимались раньше, а какой у вас опыт и так далее. Сейчас приходят, быстро спрашивают там, планы такие есть, инвестиции есть, деньги есть, ну давайте поговорим, может быть, да, если вы нам симпатичны. Прям сильно проще стало в этом отношении, сильно более приближено уже к теме, да, поэтому я бы не ставила каких-то очень, не ставила больших ожиданий в отношении того, что это будет какой-то супердолгий разогрев, можете испытать на себе иногда даже, как некоторые говорят, чувство пренебрежения как будто бы, как будто бы нас тут прямо на базаре выбирают, вот как-то так. Это неприятно, но к этому надо отнестись с пониманием, потому что это, скорее всего, история про экономию времени и уважение к времени себя, к времени других, в общем, все стали сильно быстрее и спокойнее. Второй тезис, если вы хотите запартнериться с китайцами и сделать это надолго и по-хорошему, делайте упор на ваши исторические какие-то достижения, потому что, опять же, культура в 6 тысяч лет ценит, когда вы не первый год в бизнесе. Рассказывайте, что у меня 20-летний бизнес-опыт, я 10 лет делал то-то, потом 15 лет делал то-то, сейчас у меня бизнес-партнер, с которым мы уже 40 лет вместе знакомы со школьной скамьи, у меня до этого был опыт работы с такими-то, такими-то компаниями, и мы с ними там с одними 7 лет, с другими 8 лет. Вы показываете длительность, делаете упор на это, и часто это хорошо срабатывает, потому что показывает, что вы не как чертик из табакерки выскочили, непонятно откуда, завтра не убежите, что вы такой долгоиграющий, хороший, цельный персонаж. И, наконец, я бы, наверное, сразу отметила важный момент, последний, в этой точке, что если вы хотите попробовать, вообще вы хотите остаться в Китае, в смысле там открыть какой-то офис, или вы хотите договориться о какой-то коллаборации с местным производством сотрудничества на другой территории? Я хочу договориться, либо это поставки новых продуктов будут сюда, которые по моей теме, либо это, возможно, открытие производства китайского здесь, какие-то комплектующие, которые здесь не хватают. То есть второй вариант, конечно, сложнее там, конечно. Да, да. Я бы хотела вам озвучивать свои планы с намеком на оседлость и готовность коммититься под территорию. То есть, грубо говоря, например, сказать, я рассматриваю вариант остаться здесь, в Китае, там, как минимум на несколько лет вместе с семьей, переехать и так далее. Если вы не готовы, допустим, вы тоже, может быть, можете сказать, что я свое время сейчас выделяю целиком опыт Китая, для меня это важно, это моя приоритетная страна, я остаюсь там директором по стратегии, операционку передаю своему коллеге, мне это суперважно, я буду лично сам показывать вот этот relationship, да, то есть я буду с вами строить отношения, у меня здесь будет привязка. Или вы, например, можете сказать чуть-чуть по-другому, сказать, что я здесь ищу или сознательно сейчас нашел уже в процессе контрактации моего официального представителя, он китаец, или вы, может быть, когда-нибудь можете стать моим официальным представителем, кто-то из вашей команды, потому что нам важно, чтобы мы здесь работали по местным правилам и так далее. То есть иметь человека, который будет все равно либо находиться в Китае, либо будет китайцем, это суперважно. Опять же, это история про то, что, может, сейчас уже полегче стало договариваться в дистанционной коммуникации, но тем не менее все равно важно показывать relationship-based планы. Поэтому, мне кажется, вам это будет полезно. Спасибо. Кристина, ну что, тебе решать? Тебе решать. Потому что были какие-то вопросики, но и мы уже в полтора часа. Поэтому, как ты сама считаешь? Пока. Давайте мы закруглим. Скажи, пожалуйста, у тебя был какой-то финальный вопрос, или ты вот свой финальный вопрос как раз уже задавал? Я уже все задавал, все вопросы задавал. Были какие-то пояснения, ну, что еще вот Америка и Великобритания? И еще Ольга написала про, как подготовить переводчика к бизнес-переговорам, какую информацию нужно передать до встречи. Если хочешь, можешь на любые из этих ответить, можешь на все, можешь не на какие, как тебе комфортно. Окей. Я бы сказала так, что про Америку я еще с удовольствием отправлю свои материалы, которые у меня уже есть, и я думаю, что это будет не бесполезно все равно, и как-то мы уже осветили тему Америки. Наверное, поскольку было два вопроса про перевод, я хотя бы кратко вот здесь засинхронимся, давайте, и будем закругляться. Я считаю, Вячеслав, что переводчик зависит от, во-первых, страны, в которую вы едете, насколько она так или иначе англоговорящая или говорящая на том языке, на каком говорите вы. Во-вторых, это очень сильно зависит от того, с каким видом индустрии, опять же, вы собираетесь взаимодействовать. Если это IT, то в IT примерно все говорят по-английски, по всему миру уже более-менее. Если это, опять же, производственники, то здесь нужно очень внимательно смотреть, надо быть к этому готовым. И третье, это, конечно, ваш уровень владения языком, то есть если вы можете объясниться в туристической поездке, то далеко не факт, что вы справитесь со всеми тонкостями, нюансами, деталями, особенно в культурах торгующихся, в культуре торговли, справитесь с переговорами самостоятельно. Поэтому я рекомендую вам опираться на все эти три фактора и принимать взвешенное решение, но делать это тоже с умом, потому что иногда переводчик бывает во вред, а не в пользу. Иногда бывает такое, что не бей, не бей, не кукареку, а иногда бывает такое, что вообще за вас что-то пытается там рассказывать, объяснять и вашу миссию, вашу функцию выполнять. Это грустно, так лучше не делать. Поэтому если вы в итоге принимаете решение, что вам это нужно, мой золотой совет – обязательно проверяйте этого переводчика хотя бы по Zoom, звоночек, заплатите ему за этот тестовый полчаса, в конце концов. Сделайте с ним быструю проверку и избежите потом массы неприятных казусов. Могу вам рассказать 100 историй про то, как плохо закончились переговоры с плохим переводчиком. И по поводу того, как готовить переводчика к переговорам, я считаю, что суперважный вопрос, и классно, что Ольга его задает, потому что большинство предпринимателей вообще не думает о том, что надо как-то готовиться. Вообще не знают о том, что надо что-то передать, какие-то материалы сопроводительные. Бедные переводчики обычно бегают, как попрошайки, выклянчивают, ну дайте мне хоть одну бумажечку, пожалуйста. А это очень, правда, очень дальновидное действие – попытаться все передать накануне. Вот как раз мои коллеги из Европы всегда старались все передать накануне по возможности кучу материалов от российских коллег. Кстати, странно, что при том, что рисковой Денс, рисковой Денс никакого материала особо не допросишься. Не знаю, до конца не ответила на себе на вопрос, с чем он связан. Но я бы сказала так, что переводчику важно знать хотя бы что-то. Если вы можете скинуть старые договоры, скиньте старые договоры. Если есть какая-то неконфиденциальная информация по предыдущим презентациям, по вашему продукту, по вашей компании, что-то хотя бы, чего еще нет в паблике, обязательно скиньте. Да, в конце концов, трехминутное голосовое в машине надиктуйте, о чем собираетесь говорить. Это уже поможет человеку гораздо лучше, чем вообще ничего не скинуть. Действуйте с переводчиком по принципу agile. Лучше мало и быстро, чем вообще ничего и никогда. Поэтому мой совет – только максимально снабдите его информацией и будьте готовы к тому, что он не Google-переводчик и всегда может чего-то не знать. Чем больше вы снабдите… Чем больше вы этой нейросетки скормите данных, тем выше шанс, что эта нейросетка выдаст вам что-то толковое на выходе. Почему-то все это понимают про нейросетку, а про переводчика не понимают. Вот. Я думаю, что можно уже закругляться. Но перед этим, Дима, а не разрешишь ли ты мне спросить у наших участников кое-что? Я считаю, что наших участников надо спросить и попросить у них написать нам одну строчку в чате, что самое полезное или most insightful, что они сегодня услышали. Может быть, они не в наших с тобой вопросах-ответах что-то полезное услышали, а может быть, они вообще услышали вопросы других людей и поняли, блин, надо по Узбекистану задуматься. Или удивились, почему никто не спрашивает про неважно что, поставьте нужное. Любой ваш инсайт, что вам сегодня было полезно, давайте сделаем крошечное рефлексивное упражнение, потому что пока рефлексию не сделал, никакие выводы к себе не присвоил. Вот это серьезный подход. Можно голосом ртом сказать через микрофон, если не хотите писать и пальчики устали. Да, вообще не стесняйтесь, у нас самый friendly эфир, когда можно со свободным микрофоном. У меня вопрос по взаимодействию с партнерами в Нью-Йорке. Бывают ситуации, когда партнеры, скажем так, молчат, не говорят причину настоящую, почему не идет процесс. Как здесь лучше отрабатывать вопросы? Тимофей, мне очень жаль вас расстраивать, но я боюсь, что время вопросов вышло. И я боюсь, что мы сегодня уже не успеем ни на какие ваши вопросы ответить. Вы можете написать мне потом отдельно. Я постараюсь кратко ответить, чтобы не заставлять вас покупать свои консультации, чтобы хоть какую-то вашу основную боль снять. Большая благодарность, очень полезная. Что вам было полезно, Тимофей? Скажите мне одну мысль. Про разницу культур. Однозначно практичные знания надо, ну скажем так, отрабатывать для разных культур и языков свою стратегию переговоров по новой, пересобирать, учиться. То есть это дополнительная нужна подготовка и тренировка. То есть от того, как раз с каким рынком начинаешь работать. Это точно. Так, друзья, смотрите, побежали ответики. Можно скажу тоже, да? Пожалуйста. Что меня прям зацепило, это то, что оказывается мы хомяки. Я думал все хомяки, а оказывается только мы. Мы мало того, что хомяки, мы еще и серьезные хомяки. Я там подслушал, но теперь прям явно прозвучало, что действительно так оно и есть, наверное. Я себя тоже в этой встрече представляю. Да, я, наверное, тоже так вот ходил просто в этой вечеринке, да, так и серьезным лицом своим совался бы куда-нибудь. Точно. Вот. А еще что? То, что, ну, понятно, с арабами. А, и опять же то, что у нас есть все-таки прослеживается. То есть вот нестабильная ситуация у нас, нестабильная ситуация с Латинской Америки. Это чем-то у нас родить. Я все время думал, чем это у нас роднит. Вот. И еще самое интересное, то, что вы сейчас сказали, ну, в начале встречи, это то, что не только между странами может быть различие серьезное, а именно внутри даже самой страны, прям, татары, русские, тут же мусульмане, тут же крестьяне и так далее. То есть прямо нужно просто присматриваться, быть более внимательным даже вот вокруг, в своем окружении. И тогда, я думаю, что и те моменты, которые между странами, между этими нациями, они тоже станут более явными. И просто надо быть внимательным, да, и все это понимать, чувствовать. Артем, вы просто honey to my ears, как говорится. Music to my ears. Вы просто настолько классно сформулировали полезные инсайты, что как будто бы вообще все не зря я делала в этой жизни. Как здорово, что вы это поняли, вы слышали. И мне очень ценно, что вы этим поделились. Большое спасибо. Приятно, что самую ключевую историю про разницу даже внутри одной страны вы тоже забираете с собой в сегодняшней встрече. Это супер приятно. Я думаю, Дима, нам надо написать книгу, которая называется «Страна серьезных хомяков». Прекрасно. Прекрасно. А еще Артем, знаете, как на аккордеоне играет? Или на воене? Артем, как? На воене. На воене. Артем превосходный. Я понял подкол, Дима. Нет, нет, ничего не подкол. Просто ты нас всех хомяками назвал. Ты просто соскучился по моей музыке, я понял. Это правда. Это правда. Я для записи хочу прочесть, что написали, с вашего позволения, некоторые инсайты, потому что там чат бывает не видно. То, что в Турции все на цифры говорят, думал совсем по-другому. Для меня инсайт был про избегание риска у Латинской Америки. Про то, что в Турции есть не только купцы, мягко говоря, в скобках. Еще один инсайт. Очень много источников для изучения разных культур. Еще один инсайт такой. К Артему в оппозицию чуть-чуть, ну, типа, добавим чуть-чуть гордости за себя. Да, что мы гибкие, быстро перестраиваемся. Вот так его. Да, это часто такая штука, что типа, хорошо, услышал, мы еще самые гибкие. Все. Все, и благодарность тебе. Скажу еще, у Александра Аузана, у декана экономфак МГУ, было классное исследование про то, насколько, в том числе, экономические поведенческие паттерны внутри нашей страны разные. Это прямо суперклево. Артем, посмотри. Аузан, Александр, действительно. Вот есть предложение уже по названию про гибкие, серьезные хомяки. Ну, короче. Я сразу представляю, когда говорите гибкие, я сразу представляю, что это хомяки-гимнасты. Вот в моей голове сразу, знаете, они такие маленькие, с булавами, с обручем, с булахупом, прям вот в шпагате на лету. Очень смешно. Ты не поверишь, Дима, мы с коллегой, с моим, который раньше работал с Аузаном, вчера буквально созванивались и разговаривали на предмет того, что, оказывается, Аузан в свое время вместе с российской венчурной компанией сделал исследование, в котором оценил по шкалам Хавстеда регионы России. Да. И, в общем, там есть какой-то кусочек данных, они отщипнули и дали в открытый доступ. И я, значит, сижу и потираю свои хомячьи лапки, что во время полета в Индию я буду смотреть данные про разные российские регионы в шкале Хавстеда. В общем, меня ждет незабываемое приключение. Да, ну это правда так. Наверняка никто не даст как бы соврать, что если у тебя переговоры там в Республике Татарстан, или в Калининграде, или в Ростове, или в Краснодаре, или там во Владивостоке, ну они правда по-разному проходят, это правда так. Да, правда. Кристин, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Я напомню, что это была открытая площадка, открытая онлайн-лекция от Кристины Ропель под эгидой «Эквиум Москва». Мы очень рады были тебя пригласить и очень довольны, что ты к нам пришла. Мы тоже очень довольны с командой, что получилось так по взаимодействию. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наши с Димой каналы, и надеюсь, что там вы найдете для себя немало полезного, а мы с Димой подумаем, получится ли у нас написать что-нибудь про гибких и серьезных хомяков для общей пользы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем пока.